И еще одна новость. Во Вьетнаме президент США может провести переговоры с президентом России. Там лидеры будут участвовать в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Тема Украины на этой встрече тоже может обсуждаться. По крайней мере, сам Трамп заявил, что хотел бы этого. Ну а перед поездкой Трампа в Азию, одной из главных тем в Вашингтоне, стало желание Белого дома получить у Конгресса разрешение на военные операции за рубежом. Без ограничений. Что за этим стоит? И правы ли те наблюдатели, которые говорят, будто Трамп действительно может нанести удар по Северной Корее? Дмитрий Анопченко искал ответы на эти вопросы. Фактор непредсказуемости. Эти слова теперь все чаще говорят, рассуждая не только о северокорейском диктаторе, но и о самом Дональде Трампе. Эксперты, политики, сенаторы, кто в полголоса, а кто и в полный голос, не скрывая, признаются. Опасаются, что у президента в какой-то момент просто нервы сдадут. И он отдаст приказ атаковать Северную Корею. Отдаст приказ о начале военной операции. И основания для таких опасений есть. Основания серьезные. Они как раз появились на этой неделе. На слушания в Конгрессе политики в последнее время приходят в разном настроении. Показания это ведь под присягой. Кого-то повесткой вызвали, кто-то сам пришел, рассчитывая изменить общественное мнение. Но без ехидных вопросов от сенаторов все равно ведь не обойдется. Два ключевых чиновника Америки, госсекретарь Тиллерсон и глава Пентагона Мэттис, тоже были готовы, что и демократы не смолчат. И с однопартийцами-республиканцами Трамп отношения испортил. Сенаторы попытаются получить заверение, что без их согласия военная кампания против КНДР не начнется. А эти заверения им, ох, как нужны. Риск уже давно нельзя считать незначительным. Скажу вам, шансы, что еще до Нового года Северная Корея ответит на очередное выступление Трампа военной провокации против американских вооруженных сил, очень велики. Вероятность столкновения свыше 25%. Аналитическая записка, одним из авторов которой является мистер Хейс, способна остудить горячие головы. Мол, в первый же день конфликта погибнут десятки тысяч жителей Сеула. Ведь Ким Чен Ын стянул в зоне разделения 10 тысяч арт-установок. И порядка 500 установок ракетного огня. Из более чем миллиона его солдат, больше половины дислоцируются всего в 100 километрах от границы. Да, многие пушки еще советского производства, но и они смогут превратить столицу Южной Кореи в море огня. Если все выйдет из-под контроля, начнется полномасштабная война, которая всего за три месяца заберет жизни двух миллионов человек. Если дело зайдет слишком далеко и будет использовано ядерное оружие, то в первые несколько недель от пяти до десяти миллионов корейцев погибнут, как многие японские и американские солдаты. И мы получим радиоактивные руины, которые десятилетиями придется восстанавливать. Вот почему сенаторы и добивались, чтобы госсекретарь при всех на камеру признал, разрешение на новую корейскую кампанию не существует. Это только в телесериалах американские президенты абсолютно всемогущие. На самом деле, когда речь заходит о внешней политике, их по рукам и ногам сковывают законодатели. К примеру, по Конституции только Конгресс может объявить войну. А главе государства на любой серьезный военный шаг требуется разрешение законодателей. Два таких документа до сих пор действуют. Конгресс выдал их после терактов 11 сентября и в 2002-м в преддверии войны в Ираке. На основании иракского разрешения силовики и сейчас борются с ИГИЛ, но к корейской ситуации их не применить. И Тилерсон обратился к конгрессменам с просьбой дать новой администрации карт-бланш. Администрации необходимо обязательное разрешение на использование военной силы против врага, который не уважает границы и не ограничивает себя их соблюдением. По сути, это просьба о полной свободе действий. Вот Америка и гадает, чего в этих словах было больше? Попытки забугать Пхеньян или желание развязать себе руки? Версии разные, но военные эксперты говорят, тут как в рекламе, три в одном. Во-первых, Ким Чен Ын должен понимать, в случае нападения штаты ответят жестко и быстро. Соединенные Штаты готовы защищать себя и своих союзников, используя весь потенциал наших военных возможностей. Во-вторых, отношения с Конгрессом и так непростые, вот администрация и хочет заранее получить индульгенцию. А в-третьих, голосование за разрешение на войну мгновенно изменит информационную картину в стране. Ведь пока в новостях обсуждают скандалы, которые вряд ли на руку президенту. Но не стоит забывать, что Дональд Трамп не только политик, он в первую очередь бизнесмен, а значит думает не только о цифрах рейтинга, но и цифрах бюджетных. А на две войны, которые ведут сейчас Соединенные Штаты, страна уже потратила астрономическую сумму свыше полутора триллионов долларов. А если быть совсем точным, то один и семь десятых триллиона. И это, между прочим, официальные цифры, в том числе и цифры бюджетного управления Конгресса. На афганскую кампанию, которая стартовала осенью 2001-го, страна каждый час тратит 4 миллиона долларов. А за все это время потратила свыше 780 миллиардов. Есть и данные об иракской кампании, которая стартовала весной 2003-го. За все это время страна потратила свыше 820 миллиардов долларов. При этом только на борьбу с ИГИЛ Америка уже потратила свыше 17 миллиардов. Но это значит, что каждый час этой борьбы обходится налогоплательщикам порядка 600 тысяч долларов. Задача номер один для Трампа. И он сам это часто говорит. Резко сократить расходы. Но если Америка ввяжется в еще одну войну, миллиардные дыры в бюджете не миновать. И этот аргумент для Белого дома звучит очень убедительно. В Корее есть древняя поговорка. Только пусти слона на лужайку, так он вытопчет всю траву. И она сейчас как никогда актуальна. Большие политики и большие игроки должны тысячу раз подумать, прежде чем отважиться на шаг, который может весь мир поставить на грань выживания. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Американское бюро телеканала Интер.